Начинаем мы традиции с календаря событий. Сегодня у нас получается два рёта важных. Это инфляция в еврозоне, предварительные данные за апрель, и также ОК США, данные за первый квартал, первая оценка. И начнём мы с пары евро-доллар. У нас вчера прошла пресс-конференция Марио Драги. В целом Драги сказал то же самое, о чём мы с вами вчера и говорили, что программа стимулов будет реализована до конца 2017 года, и в случае необходимости она может быть и продлена. И плюс Драги отметил, что в краткосрочной перспективе на ближайшее время, то есть на январь, на ближайшие 1-2-3 месяца у нас может быть и низкая инфляция, соответственно, это фактор такой плохой для еврозоны. То есть ЕЦБ борется с низкой инфляцией, и пока у него это особо не получается. Потому что инфляция в еврозоне пока ещё низкая. И теперь здесь у нас что получается? Здесь у нас получается, что в принципе нейтральный такой фактор для рынка, потому что все этого ожидали. И некоторые на рынке ожидали того, что ЕЦБ может раньше закончить программу стимулов, и вот вчера Драги поставил точку в этом вопросе, то есть раньше ничего не будет. Теперь у нас получается ВП США на повестке дня, и здесь рынок достаточно пессимистично смотрит на ВП США, и вроде как все списывают это на то, что розничные продажи сильно упали, исходя из этого ВП будет плохой и так далее, и тому подобное. И рынок достаточно так плохо смотрит на сегодняшний отчёт, то есть ожидает плохих цифр. И здесь я беру внимание на вот этот график, это индекс АСМ промышленный, это у нас линия синего цвета, а на графике линия красного цвета, это уже индекс АСМ по сектору услуг. И здесь у нас получается, что мы видим рост по обоим показателям, и по сектору услуг замедление роста в самый последний месяц произошло в марте. Но при этом, если посмотреть, вот что было в левой части графика, то в левой части графика уровни были ниже, и в целом получается, что по итогам первого квартала индексы выросли, оба индекса выросли по отношению к четвёртому кварталу минувшего года. Сегодня у нас как раз сравнивается квартал с кварталом в Америке, и здесь получается, что деловая активность выросла и в секторе услуг, и в промышленности, и это фактор хороший. Плюс, что ещё необходимо посмотреть, это индекс расходов на личное потребление, который включает в себя и товары длительного пользования, розничные продажи, и все остальные услуги, которыми американцы пользуются. То есть, это более такой широкий, чем и показатели розничных продаж. И вот индекс расходов на личное потребление, он также вырос в первом квартале. Таким образом, получается, что отдельные компоненты розничной продажи, он сократился, но при этом другие компоненты, они выросли. И вот с учётом АСМ-ов хороших, и с учётом роста индекса расходов на личное потребление, я делаю вывод, что данные сегодня будут хорошие, то есть, лучшие цену с прогнозом. У американцев есть такая интересная закономерность, они первые цифры всегда плохие публикуют, за редким крайним исключением. У них вот практически всегда первая цифра самая низкая, вторая выше, третья ещё выше. Так было и в предыдущем квартале, так было и в третьем квартале 2016 года, и в 2015 году, и в 2014 и так далее. То есть, у них вот как-то так происходит. Поэтому сегодня получается, что цифры высокими не будут, если исходить из этой тенденции. Но, тем не менее, цифры могут быть выше, чем те, которые в конце прогнозе 1,3. То есть, допустим, 1,4 и 1,5. Вот где-то такие отметки сегодня могут быть. Потом, я думаю, вторая оценка будет ещё выше, допустим, 1,6 и 1,7. И третья оценка, которая будет в июне, они вполне могут показать нам и 2%. То есть, вот примерно такой сценарий. Так американцы от оценки к оценке они пересматривают. Сегодня в конце апреля первая оценка, в конце мая будет вторая оценка. И в конце июня финальные данные итоговые. Поэтому принимаю внимание, что вот такая у них есть какая-то сезонная, такая закономерность. С чем это может быть связано? Возникает такой вопрос. Это, в принципе, связано с тем, что к моменту подсчёта первой оценки есть ещё не все показатели. И какие-то показатели, они будут корректироваться потом уже через месяц. И вот за счёт этих корректировок в итоге всё и меняется. Поэтому какие-то показатели ещё не существуют к текущему дню. Но при этом данные надо опубликовать. Задача такая стоит перед агентством статистики государственной. Поэтому они публикуют. А потом уже, когда все данные есть, корректированные, они всё это дело корректируют. В принципе, пересмотр данных есть не только в Америке, но и в других странах. И вот в Америке такая интересная особенность. Прослеживается, что первые данные всегда самые такие низкие. Но даже несмотря на это, рынок всё равно мистично очень оценивает. 1,3. Это очень и очень мало. Поэтому здесь я думаю, что данные чуть лучше консенсуса будут. И это хорошо для американского доллара. Таким образом, здесь у нас что получается? Вчера мы пытались обновить минимум, который был 26 апреля. И мы его обновили очень так скромно. Всего лишь на 4 пункта. И дошли до 0,851. Пока, в принципе, евро-доллар стоит вот на флейте. 0,820, 0,950. Никуда пока из него не вышел. И здесь получается, что вчера мы говорили, может быть, коррекция, то есть в форме зигзага и завершение коррекции 1,0769. Но пока до этих уровней еще далековато. Может быть, сегодня это будет. А может быть, и только отложится до следующей недели. Поэтому тут получается, что первая остановка, это где может быть? Это вчерашнее минимум 0,851. А вторая остановка, это 0,820, нижняя граница флета. Если сегодня данные будут очень хорошие, намного лучше консенсус прогноза, что, в принципе, маловероятно, с учетом того, что вот американцы в первом отчете всегда такие низкие цифры показывают. Если же так все-таки будет очень высокий уровень, тогда мы как раз можем опуститься на 0,769 и эту коррекцию выполнить. Но это маловероятно. Больше вероятно именно того, что либо остановимся с 0,851 на этом падении, и все. Либо же у нее на 0,820. Поэтому здесь, по этой валютной паре, сейчас котировка 0,887 и вверху у нас есть верхняя по Болинджеру на отметке 1,0901, то вот здесь на 0,901 можно продавать и поставить их профит на 1,0851. 50 пунктов вниз, минус 2 на спред, 48. И, в принципе, это такая цель основная. Сегодня 0,851, снижение к этой отметке. Особо ниже, наверное, не пойдет, но если, конечно, не будет вот таких вот сюрпризов, что, допустим, данные будут очень высокие, и тогда уже будет более сильное снижение. Я думаю, наверное, данных сегодня высоких не будет, а вот уже высокие данные будут в конце мая, в второй оценке, в третьей, тоже цифры будут более высокие. Вот такой взгляд на сегодня на пару евро-доллар. Плюс, что еще плохого сегодня для пары евро-доллар, это индекс страха ВИКС, который снижается, по-прежнему снижается. На текущем графике это линия цвета. Пара евро-доллара разображена линией синего цвета, тоже начинает снижение, но при этом эта валютная пара по-прежнему все равно раскоррелирована. То есть, вот снижение вроде как есть небольшое, но оно небольшое и по динамике ВИКС оно все равно должно быть очень большое. И здесь получается, если данные будут чуть-чуть лучше прогнозов, для фондового рынка американского это хорошо, ВИКС еще раз выйдет вниз. И здесь ВИКС приближается к такой критической области, еще 4% осталось вниз ходить, чтобы был минимум десятилетний. А минимум десятилетний это обычно либо коррекция очень сильная, либо вообще разворот, обвал рынок, как угодно это можно называть. Но, наверное, обвала не будет, поскольку ФРС ставки низкими держит, а вот коррекция сильная вполне может быть. Но это опять же, тут еще надо дойти до этого минимального уровня на 4% вниз по ВИКС, пока еще не спустились, поэтому по минимальному уровню не сделали, фондовые рынки еще могут подрасти. И с учетом вот этих данных, я думаю, они сегодня подрастут. То есть, S&P сделает 2,400, а сейчас S&P 2,389. И, соответственно, ВИКС еще может немножко упасть, и для евро, доллар это тоже такой фактор вниз. Вот два таких фактора, которые указывают на то, что пара может снизиться. На часовках по Боллинжеру у нас также тренд вниз есть, и на четырех часовках тоже вниз. На дневках пара смотрит вверх. То есть, вот такая разная тенденция. При этом, здесь у нас что получается, если посмотреть на те же самые дневки, то у нас пара на этой неделе, в начале недели, была в перекупленности стояла, поэтому и она стояла выше диапазона по Боллинжеру, и вот она сейчас опустилась в этот самый диапазон. То есть, в принципе, получается, что снижение может быть как раз на 0.851 или 0.820. Это также вписывается и по технике, поскольку EDX на младших таймфреймах он показывает вниз. На старшем он показывает вверх, поэтому тут все будет зависеть, насколько сильно данные выйдут. Скорее всего, они особо сильно не выйдут, поэтому особо сильно пара не упадет. Но пунктов на 50 она упасть может от текущих уровней вполне. Так, поступили вопросы. открыт, еще на 0.840 закрывать, 0.851 и расставить на следующую неделю. Татьяна, благодарю вас за вопрос. Здесь, конечно, все определит этот отчет, насколько будут данные хорошие. Если вот, исходя из прошлых отчетов, исходить, какие они были, они были не совсем такие высокие первые данные, поэтому здесь, допустим, получается, что скорее всего лучше закрыть. Но при этом, если отчет будет очень хороший, то тогда можно и поддержать на 0.820 и ниже. То есть, здесь, в принципе, вот, насколько будет отклонение, настолько будет сильная реакция. Пока, я думаю, реакция будет небольшая, где-то на 0.851. Но если все-таки будут такие данные, то это как бы сюрприз получается. Рынок якобы этого не ожидал. там очень хорошие данные, все уже хранили Америку, она, смотрите, живет, и тогда получится, что здесь реакция будет очень такая хорошая. Тем более, сегодня пятница, легко могут пункт на 100 разогнать вниз. Что касается по DAX, то по DAX, я думаю, что DAX пойдет вверх, пока стоит в узком флете на сильной поддержке. И такие тенденции, вот такой узкий флэт после сильного роста указывает на то, что в самое-самое ближайшее время будет движение вверх, причем оно очень быстрое будет. То есть очень будут большие свечки, часовые свечки вверх. Когда это начнется сегодня, прямо сейчас, или, допустим, это будет на будущей неделе, я не знаю, честно говоря, потому что этого не знает никто, не только я, и вообще никто не знает. Но здесь получается какая цель может быть? Это верхняя по Боллинжеру на дневном графике 15532. То есть сейчас рынок замер, рынок ждет, рынок ждет чего-то, и только на чего-то этого дождется, то стрельнет вверх. Может быть уже сегодня, потому что если ВП хороший, то фондовый рынок Америки вверх, и ДАКС готовится здесь готовится движение, движение готовится очень сильно на мой взгляд по ДАКС и 12 032 это только первая цель, но они могут и выше стрельнуть допустим 12 600. То есть ДАКС готовится к сильному движению на мой личный взгляд. Теперь по фунту сегодня у нас ВВП и Великобритании и ВВП США и здесь на мой личный взгляд данные по британскому ВВП концерт прогноз не превысит, потому что концерт прогноз и так сегодня высокий 2,2 и тут по британскому ВВП там также есть больше плохого чем хорошего, потому что и экспорт падает, и расходы на личное потребление снижаются и здесь получается, что либо данные будут такие, какие в календаре событий, либо даже чужих. А вот по американскому ВВП я думаю, что как раз будут данные хорошие, и поскольку у нас сегодня завершается месяц, завершается апрель, то фунт очень сильно вырос, и здесь получается будет фиксация лотгов, то есть фиксация этих самых длинных позиций и откат, коррекция вниз. Я думаю, что эта самая фиксация начнется вот в 15.30, когда данные по Америке будут опубликованы. До этого времени фунт либо подрастет, либо еще постоит на месте, допустим, то есть даже если отчет будет чуть хуже консенсуса по Британии или на уровне, это не означает, что там это плохо. Фунт еще даже может подрасти на этом немножко, то есть загонит рынок вверх. Здесь, если посмотреть у нас по индикаторам, то 24-часовки в тренде, но дневки уже 56, по EDX это такая плохая область. Обычно хороший тренд это от 40 до 55, от 30 до 40 тоже более-менее так тренд, вот выше 55 в любой момент может быть падение. Оно может и прямо сейчас, а может быть, допустим, и через час, а может быть и через день. То есть это всегда бывает по-разному. То есть тут никогда не узнаешь точно. Поэтому сейчас дневки вошли именно в эту область плохую. То есть падение может быть в любой момент и с учетом хороших данных по ВВП, я думаю, что как раз снижение начнется именно в это время. Поэтому здесь, я думаю, в 15.30 надо будет фунт продавать, потому что он очень сильно вырос по итогам этого месяца и на хороших данных по Америке в пятницу, в конец месяца будут позиции фиксировать. То есть просто банальная фиксация позиций. Больше тут денег их нет и вот такой откат коррекционный. Техническая коррекция позиции закрывают и рынок немножко снижается. 15.30 до этого времени может быть еще подрастем, а может быть и нет. Где цель будет по этому снижению? Нижняя по более жирных веках это 1.2878 это первая цель и вторая цель это получается отметка 1.2815 вот две такие цели по фунту где коррекция может остановиться. Что касается пары доллар японской иены здесь на мой взгляд тенденция к росту продолжится. Вчера мы пытались немножко подрасти до 111.59 потом немножко упали потом сейчас опять немножко растем в целом флет получается и из этого флета я думаю пойдем вверх потому что вошли мы в него после сильного тренда вверх и здесь примерно такая же картинка как и подакс только флет немножко пошире по дакс еще узкий флет и такой узкий флет он более такой сильный сигнал по дакс имеется ввиду по доллар иене флет пошире немножко но тоже хорошая такая тенденция то есть здесь получается что получается будет на мой взгляд обновление 101.77 это максимум 26 апреля на мой взгляд обновление будет либо становимся на 112 ровно прям психологический уровень либо становимся на 112.20 это верхняя по боллинжеру на дневном графике поэтому я бы округлил на 112 может быть немножко дойдем то есть вот такая цель на сегодня текущий уровень 111.29 то есть вверх потенциал может быть 71 пункт минус 2 на спред то есть 69 почему сегодня пара может вырасти если смотреть на индикаторы по технике то в целом здесь все неплохо была у нас перекупленность 26-27 числа и эту перекупленность уже сняли то есть откорректировался рынок и на часовках RSI упала перепроданность уже хотя еще вчера и позавчера покупленность то есть сегодня в Азию RSI опускалась на часовиках до отметки 34 получается по 4-х часовкам та же самая картинка была сильная перекупленность но стали снижаться и практически здесь эту самую перекупленность сняли но еще можно в принципе немножко снизиться в идеале конечно то есть в идеале здесь подождать бы снижение допустим к нижне не поболен журно-часовиках 111.03 его там купить другой вопрос такого идеального сценария может и не быть а рынок может и не дать нам такую котировку 111.03 она конечно была бы идеальная для нас хорошая то есть от 111 купить от 112 продать это снова но может быть и не будет поэтому здесь чтобы не гадать можно покупать прямо сейчас 111.29 и 111.03 поставить еще байлимит а вдруг все-таки дадут если дадут то будет замечательно и получается что значит дневки у нас в тренде вверх в часовке тоже тренде вверх часовки пока во флете потому что стоим во флете в принципе картинка хорошая перекупленность практически снята которая была по RSI там бы еще чуть-чуть доработать это вообще было бы идеально и DX тренд здорово что касается фундаментальных событий какие здесь здесь тоже в принципе все хорошо чтобы двигаться вверх сегодня были новости по Японии по инфляции инфляция она в Японии плохая она в Японии составит целых 0,2% вот здесь текущий график мы видим что в середине графика у нас тут все в красном цвете это я выделил отрицательную инфляцию то есть плохая красный цвет и вот здесь у нас дальше в правой части графика рост но при этом самый большой рост был полпроцента в ноябре 16 то есть это вообще очень мало потому что у непосредственно Японии цель по инфляции это 2% или около 2% хотя бы там допустим 1,8 чтобы они уже вздохнули с облегчением тут еще до этого облегчение очень и очень долго и сейчас 0,2 а в предыдущем месяце до этого было 0,4 то есть мы видим в правой части графика наклонная такая линия ну не линия ну так можно построить такую линию воображаемую и тренд вниз то есть инфляция снижается и это фактор плохой плохой для валюты потому что если инфляция снижается значит Центробанк должен какие-то меры предпринимать чтобы инфляция пошла вверх а меры у Банка Японии одни это еще дальше печатать деньги печатать и печатать печатать и печатать на строк запускать на полную мощь и такое печатание оно плохо для валюты то есть получается что не обязательно Банк Японии будет еще больше печатать чем сейчас он печатает но такие разговоры на рынке будут а рынок живет разговорами в первую очередь с начала разговора слухи появляются потом уже по факту смотрят что произошло поэтому снижение инфляции это вот такие плохие разговоры будут на тему того что Абрук Банк Японии еще что-то сделает плохое для валюты и здесь получается что значит по инфляции снижения это плохо для иены по Америке сегодня поговорили могут быть хорошие данные чуть-чуть лучше чем консенсус не особо сильно потому что американцы вот так устроены и таким образом по Японии статистика в минус по Америке небольшой плюс это хорошо для пары ну и плюс фондовые рынки я думаю будут расти и дальше у нас был сильный рост по Никей тому же и сильный по СНП вошли во флэт и по СНП и по Никей и по СНП допустим 2400 отметка цель ближайшая а по Никей цель 191450 и верхняя по Боллинжеру поэтому и здесь тоже такая модель формируется трендовая то есть сильно росли и вошли во флэт во флэте обычно некоторое время стоит рынок потом дальше идет вверх поскольку вверх мы до этого шли то есть вот такая обычная трендовая дельта то есть выросли постояли во флэте там день два три может быть неделю две максимум потом дальше тренд продолжили вверх вот такая вот модель и сейчас как раз та самая модель реализовывается и по S&P и по Никей и здесь в принципе еще можно подрасти но наверное не особо много вот как раз вот дойдем там 2400 по S&P чуть выше может там 2410 и по Никей там 19 450 и наверное все больше расти не будет рынок потому что индексы страха и в США и в Японии в Японии тоже есть индекс страха он не ВИКС называется он по-другому но тоже он показывает насколько инвесторы боятся или не боятся плохих событий и там тоже индекс страха приближается к минимальному уровню за 10 лет примерно та же самая картинка в Германии то есть индексы страха в Германии в Японии в США приближаются вот еще чуть-чуть прямо осталось до минимального уровня за 10 лет и это все предвещает падение падение фондовых рынков то есть коррекция то есть рынки разогнали вверх и будут с рынков уходить и поэтому здесь получается что еще немножко вверх по этой валютной паре и по фондовым рынкам потом вниз и по этой валютной паре и по фондовым рынкам поэтому вот сейчас цель значит 112 по этой валютной паре а что касается долгосрочного или среднесрочного прогноза Ирина вы спрашиваете Ирина благодарю вас за вопрос здесь могу дать прогноз такой что я думаю будет снижение и снижение значит какое сначала уйдем на 110 а потом уйдем на 108 то есть 110 это среднее по боллинжеру на дневках а 108 это нижнее по боллинжеру на дневках то есть сначала сейчас сходим на верхнюю по боллинжеру 112 плюс-минус а может даже и повыше 113 допустим потому что в принципе сегодня фондовые рынки могут подрасти на будущей неделе пару дней еще могут они подрасти и там все и потом от верхней по боллинжеру рынок скатится к нижней по боллинжеру вот такая тенденция может быть потом дальше я думаю в июне все это стабилизируется рынки будут фондовые во флете в широких флетах ни вверх ни вниз и пара также будет примерно во флете таком стоять а потом дальше я думаю фондовые рынки пойдут вверх и пара тоже пойдет вверх то есть вот сейчас еще немножко вверх на 112 может быть 113 максимум потом вниз значит на 108 к концу мая потом где-то 108 109 стоим весь июнь 110 может быть и потом уже дальше вверх опять на 113 к концу лета вот такой зигзаг получается по этой валютной паре уважаемые коллеги задавайте пожалуйста вопросы у нас еще немного времени и я на них второе с ними отвечу также хотелось бы еще сегодня рассмотреть какие инструменты есть допустим есть инструмент у нас бренд который вчера вот прям чуть-чуть не дошел до той отметки о которой я говорю 51 доллар за баррель вчера была отметка 51.01 на мой взгляд бренд сегодня тоже продемонстрирует снижение и снижение текущих уровней к отметке 51.46 то есть может быть сегодня и на 51 исходит но вот от текущих уровней процентов на 50-60 упадет то есть на процент от текущих уровней и на этом также можно заработать почему упадет потому что если статистика хорошая поиметра доллара вверх а нефть вниз плюс сегодня новости по Бейкер Хьюз там тоже будут плохие для рынка нефти муровые растут и плохо плюс по золоту мы падали вошли во флет и здесь моделька вот уже обратная фондовым рынком если фондовые рынки росли и вошли во флет и рост продолжится еще какое-то время там день два три четыре наверное не больше то золото наоборот падали вошли во флет значит еще день два три попадаем поэтому по золоту также можно продавать 1254 цель также у нас вот допустим говорили вчера о канадском долларе доллар американцы лорканадский сегодня я бы эту валютную пару не трогал потому что все выполнены и здесь уже перекупленности стоят сильные поэтому в эту валютную пару лучше не входить сегодня потому что и выполнили 3597 цель и выполнили 3625 и обновили вчера новый максимум поэтому здесь все что можно уже выполнено и перевыполнено а вот допустим есть интересный тот же самый DAX сегодня о котором уже говорили покупать DAX с целью 12534 это вот цель такая вторая первая цель это у нас будет 12500 ровно то есть это психологическая отметка вот здесь тоже есть интересный момент допустим что у нас еще интересного может быть на сегодня то же самое Nikkei о котором поговорили уже это покупки с целью 19450 S&P 2400 можно ждать и в принципе наверное все особо сегодня так вот сильно прям наверное больше ничего не стрельнет из интересных инструментов но в принципе этого тоже достаточно что касается по фунту Константин то по фунту на мой взгляд будет закрытие позиций в американскую сессию в 1530 в 1530 фунт пойдет вниз либо 2870 либо 2815 Боллинжер настройки я использую следующий часовой график 24 период день 21 неделя 13 и больше ничего не использую ни 4 часовки ни месяц ни 5 минутки вот этих трех периодов вполне хватает час день недели вроде бы на все вопросы ответил уважаемые коллеги благодарю всех за внимание желаю всем успехов в торговле хорошего отдыха на выходных и в следующий раз мы с вами встречаемся во вторник 2 мая 1 мая умер не будет у нас с вами выходной и 2 мая во вторник в 10.30 я вас всех жду в 10.30